Это 900 тысяч тангоф бутылочек. 900 тысяч тангоф? Да. Вова, я тут врага, это все наши детеки. Натуральный вьетнамский рома. Может быть мы хотя бы здесь попробуем? Hennessy. XO. Так, глаз прям дает. Всем привет! Вы на канале Пиратский путеводитель. Сейчас мы идем в одно из самых популярных мест, в которое приходят практически все туристы, приезжающие в Ничан. Это магазин AlcoHouse. Магазин алкоголя, разливных вин, напитков и прочего. Этот магазин славится тем, что там можно купить разнообразные виды алкоголя, вина, местного рома и так далее. Причем весь этот алкоголь вам нальют в пластиковую тару. Ведь в Вьетнаме действуют ограничения на вывоз алкоголя в размере 2 литров на 1 человека в стекле. Так что если вы хотите вывести алкоголя больше, вам придется покупать в пластике. Вот сейчас мы подходим к магазину AlcoHouse, посмотрим, попробуем и продегустируем. Ну и может быть что-нибудь купим. Погнали! 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 Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Да, вот давайте нам про местный ром расскажите, он самый популярный. Смотрите, у нас есть 4 вида фрома, есть классический, делается на местном тростнике по кубинской технологии, вот выдерживается в дубовой бочке, без добавления чего-либо, без каких-либо ароматов, добавок, тому подобных вещей. Также есть кокосовый, тоже интересный вариант, да, то есть у него приятный аромат, послевкусие интересное, мягенькое. Добавляется вытяжка просто из кокоса, то есть у него выдерживается. Это кофейный ром, вот выдержки у него с кофейным зерном ароматом, да, то есть у него более яркий аромат идёт кофе и послевкусие, долгая маслянистая и ром какао. Помягче будет, а сколько градусов? 39, все по 39. Все по 39. Крепкий напиток, но пьётся легко, приятно. Три года выдержки на какао-бабах, шоколадный ром, так сказать. Далатское и белое? Далатские вина. Это белое сухое и красное сухое. У белого вина это сорт винограда Шардоне, у Франции Одесса Виньон. Более терпкая, более вкусная. И также третье, это полусладкое. Это из Ханое, севера Вьетнама. Интересное тоже вино. Я так понимаю, вы разливаете в такие вот тары, да? Разливаем в специальные тары под вывоз 600 миллилитров литров 100. То есть получается, есть ограничения на вывоз алкоголя из Вьетнама в размере 2 литров в стекле. Соответственно, да? А здесь можно сказать в 2 единицах стекла. То есть 2 единицы будет в 2-х бутылочка, большая, потолка не имеет значения. 2 единицы стекла. Так, понятно. То есть это все равно, да? Какой крепости алкоголь, либо это шампанское. То есть стекло есть стекло. Да, то есть либо вот такие вот. А давно ваш магазин вообще? 3 года уже. 3 года. Также у нас еще один открылся на первой линии в магазин, то есть уже 2 в ничанке. Понятно. А ваш основной контингент, скорее всего, русские? Все эти русские есть, и китайцы, и местный приход, то есть по большинству их. А у вас есть какие-то акции, может быть? Акции есть. То есть у нас вот 2 литров 5% мы делаем скидочкой, 3 литров 10% скидочкой есть. А мы слышали, у вас здесь можно продегустировать это все? Все это можно продегустировать, конечно. То есть мы даем это все попробовать, сравнить с местом, чтобы раздевать стекло. Ну и выбрать для себя, что для вас будет интереснее. Посоветуйте нам сейчас самый вкусный ром. Вот какой бы вы посоветовали. В чисто виде бьете или смешиваете? А нет, ну давайте в чистом просто хотя бы в чистом. В интереснее будет вариант какао. Какао, да? Сейчас пока кокоса нету, так бы можно было бы вам. Такого вот именно как кокоса бы нет. Ну какого интересного. Хорошо, так вот глаз прям дает. Попробуй. 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 Какого прям? Да, 10 до какого дает очень крепкий, кстати, достаточно. Давай пробуем. Попробуй. Ну крепкий, да? Прям очень крепкий. Прям очень крепкий. Да, вкусная вещь. Очень крепкий. Очень крепкий. Прям пить его в чистом виде очень сложно. Очень черткий арома, знаете, вот прям вот. Ну вот, ладно, она сказала, да, вот прям вообще. Не знаю, мы алкоголь такой крепкий не пьем вот прям в чистом виде. Вот чисто ради вас пробовать совершенно. Бутылочная, все импортная. Все импортная, да? Цельно указан на обороте бутылочек. На обороте, смотри. А вот на этих бутылках нету, сон. На донышке, на элитную продукцию. А, на донышке. То есть, это чили у нас представлено. Италия, Испания, Новая Австралия, Новая Зеландия и Франция. А сколько примерно вот, чтобы каждую не брать? Вот 180 и выше, то есть в среднем от 200 до 300. А какое у вас вино самое дорогое, вот просто интересно? Ну вот, например, Новая Зеландская. Это 900 тысяч дангов, как будто из-за чего. 900 тысяч дангов. То есть, это переводит на русский рубль 2700. Ну, в принципе, не такая уж и дорогая цена Дуина, если оно такое хорошее. Хорошее. А это какое у нас получается? Розовое? Нет, это красненькое. Красненькое, да? Полусухое русское? Нет, они сухие. То есть, здесь все в основном сухие, то есть, здесь полусухие, только вот Франция Мерлот идет и Интеракон. Так, а какие вот из этих вино у вас еще есть? Ну, то есть... Это ром. Это вот мы попробовали. Известного. Белое, сухое, красное. Сухое и красное полуслакинка. Вот мы любим красное. Будьте любезны, налить и нам попробуйте. Чуть-чуть. Вот как-то очень так... Не жалею. Попробуем красное. Хороший такой запах. Ну, вино молодое, оно 5 дней хранится, желательно его первые два-три дня выпивать. То есть, он особо не хранит. Почувствуется бочку. Бочку? Ну как? Вяжет, да. Есть такая кислинка, а более такой сладенького. По сладенького нету. То есть, если сухое, то белое, то оно поинтереснее, оно поприятнее. Так, попробуем белое. Оно бы приятно, да. Попробуй. Более такой свежейший. Ну как? Да. Более свежейший, чем предыдущий. А какое вино чаще всего у вас покупают вот такого-то бочкового? Сдаваловый, нет. Ну, в каждом свой вкус так же, как и ром. Так же, как раз. Но вы говорите, что вот кокосового рома у вас уже нет. Скорее всего, значит, он самый популярный. У меня нет, и он приятный, да. А вот здесь, кстати, стоит кофе, чтобы можно ромать. Кофе перебитарома, да, просто. Между ромома может. А это случаем не льва? Нет. А вообще, кстати, действительно есть вот такой вот миф, что львак, это вот, ну, здесь, как бы, его практически не продают, настоящий львак. Есть магазин, где его продают, можно зайти туда, посмотреть. Но я думаю, если брать на рынке за 200 донгов, за килограмм, это не львак. Это, скорее всего, просто вообще даже не кофе, да? Да. Ну, скорее всего, вот так. Ну, что это, зайдет в магазинчик. Есть, это наши люди. Вьетфарм? Вьетфарм, да. Там именно есть львак, можно его посмотреть. То есть, находится вот здесь вот на карте между второй и третьей линией. Да, мы подрос хотели у него зайти. Вот, там нету его. А вот между второй и третьей линией, там есть львак. Вот именно, прям, настоящий львак. Ну, да, скорее всего, если 50 долларов чашечка, то оно не может стоить там 200 донгового. Вот, например, кстати, насчет алкоголя. Джек Дэнилс, да? Стоит у нас здесь 425. Пока, переворачивай. Покажи, сколько стоит. Вот, эгермейстер, сколько стоит? Покажи. Стоит. Аккуратно. Вова, это там, ребята, все наши деньги. 380. Так, а сколько у нас стоит, например, местный алкоголь? Вот в том месте, где бы тут. Вот, очевидно. Вот это вот, сколько? Да, 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 да. Ром, чай, лет. 135, да. Как и в таймальне, местный стоит. Ром и сок. А это, который, видишь? Угу. 65. 65. Понятно. А вот какой-то еще, очень советуют, ром с лаймовым привкусом, что ли, что такое? Несколько добавок, бежит. Единственное, ромский грязь здесь во Вьетнаме, это Шавье, все основные ромы напитки, добавка, чего-либо, то есть либо ароматизатором, либо просто вот так добавлять. Из этого не карамель, то есть подкрашивает его, делать его напитком приятнее. То есть, по сути, если брать ром, то брать вот такой, это натуральный, вьетнамский ром, да? Да, без целянки, именно хорошего рома. То есть средний, так как циновая категория. То есть вот такая бутылка, здесь сколько? Литр, да? Литр, да? Литр, да? Литр, да? Литр, да? Это местный алкоголь, производство. Можно, кстати, также купить в бутылках. Вот смотрите, прикольно. Сколько стоит? 120 долларов. Такая маленькая. Ну, это Джек Даниилс, в принципе. Папуш. Бутылочка. Бутылочка. Джек Даниилс. вот с этим вот к абсолютно смотри даже 90 такие ченчики получается по 90 120 чуть-чуть так хеннесси 170 может быть мы хотя бы здесь вот пожалуйста гавана клуб смотри тоже ров гавана а вы еще наверное валюта меняется валюта не менять просто принимается а это у вас вы как бы на 3 подвазе алко фаус знаменитый магазин алкоголя это знаменитый магазин алкоголя где можно купить отличные натуральные алкогольные напитки отличный вьетнамский ром также попробовать некоторые вина так что обязательно приходить сюда покупайте какой-то алкоголь пробуйте вот покупать домой вот магазин работает с 9 до 23 без прерыва и без выходных принимают здесь карточки вот такое вот заведение вот такое вот место в общем если вам понравилось наш обзор на вина на алкоголь в вьетнаме если вам понравились цены то приходите обязательно в это заведение но не забывайте подписывай наш канал ставить нам лайки оставлять свои комментарии что вы думаете дорого это или дешево стоит ли покупать тут или сэкономить и купить на рынке в общем подписывайтесь лайки а также делитесь этим видео с друзьями вместе веселее всем спасибо всем пока а а